Утро от первого, мы на месте. Тремя на заработал, включили эту склону поезды. У нас принято, уезжаем. Уличные камеры видеонаблюдения сегодня есть почти во всех крупных населенных пунктах области, в том числе и в Кентал. В этом городе, насчитывающем 90 тысяч человек, они уже принесли ощутимый результат на ведение общественного порядка на улице. Есть факт нарушения чистоты города. Кто слышит, ответьте, примите меры. Человек курит в неотведенном для этого месте. Сотрудники административной полиции Кентал подвели итоги своей работы за 10 месяцев. Так, за этот период количество нарушений общественного порядка в городе снизилось на 30%. С начала года сотрудниками Кентаусского РУВД раскрыто 3 327 фактов. На нарушителей наложено административных штрафов на сумму 19 миллионов тенге. Город Кентал является одним из моногородов Республики Казахстан. Центр оперативного управления сейчас по области функционирует в 10 районных центрах и городах. В Сузахском районе был открыт Центр оперативного управления в начале года, в Байдебекском районе и в ряде других районов. А в городе Кентау Центр оперативного управления работает уже около двух месяцев. Подобные центры оперативного управления, как показывает практика, дают положительные результаты, а именно по фиксированию правонарушения, связанные с нулевой терпимостью. То есть это связанные с окурками, затем мелкие хулиганства фиксируются. Все, что фиксируется видеокамерами, оно автоматически поступает в Центр оперативного управления, и граждане, естественно, несут уже административную ответственность за эти правонарушения. На установку видеокамер на улицах Кентау из местного бюджета было выделено 15 миллионов тенге. В ходе совместного ряда сотрудников городского УВД и специалистов административной полиции были задержаны несколько грузовых автомашин, загрязнявших улицы города. Согласно административному кодексу, такие автомашины обязаны быть чистыми и не наносить ущерб городской инфраструктуре. В ходе рейдовых мероприятий мы обнаружили три грузовые автомашины, которые загрязняли улицы Шимкента. Все водители были привлечены к административной ответственности. Продолжение следует...